Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости за неделю. И так коротко о некоторых из них. Сила воли, радость жизни – пример для всех окружающих. 18 самарцев стали обладателями премии главы города «Мир равных возможностей». Мобильная лаборатория, которая поможет детям запомнить правила дорожного движения. В распоряжение автогородка в парке Гагарина поступил обучающий автомобиль. Ограниченное действие ПЦР-тестов, режим песочницы и новый этап туристического кэшбэка, куда самарцы отправятся на новогодние праздники. В Самарской области выбрали лучших управленцев. На этой неделе подвели итоги единого регионального конкурса государственных и муниципальных служащих «Таволга». Кто и в каких номинациях одержал победу, расскажем в сюжете. Многозадачность, стратегическое мышление, ответственность – это далеко не полный список качеств современного управленца. Именно их, руководители нового времени, чествуют в финале единого регионального конкурса Самарской области. Среди участников – представители органов исполнительной и муниципальной власти, специалисты подведомственных учреждений. Талантливых управленцев поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом конкурсе нет проигравших, что самое главное. У нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы сделать шаг из зоны комфорта, готовы развиваться, стремиться, достигать, готовы брать на себя ответственность. И, конечно, это, поверьте, самое дорогое и ценное. Десятки идей и сотни успешных действий. В этом году победу можно было одержать в десяти номинациях. В каждой по три лауреата. Так, лучшими специалистами местного самоуправления в Самарской области признана заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Топилин, руководитель управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Алексей Целовальников и консультант отдела организационной работы администрации советского внутригородского района Екатерины Литвинова. Их идеи направлены на модернизацию и улучшение эффективности государственного управления. Три ключевые вещи – это показатели работы, оценка деятельности и обратная связь. Очень приятно получить такую высокую оценку результатом своей работы. Надеюсь, мой положительный пример, он будет востребован и удастся передать свой опыт, знания, навыки тем людям, с которыми мы вместе работаем. Лучшими практиками и инициативами в системе муниципального управления признаны идеи директоров 133-й гимназии Оксаны Териной и лицея «Престиж» Алексея Атапина. В номинации «Бережливое управление» отметили заведующую комбинированным детским садом номер 78 Ольгу Евтухову. Среди проектов национально-социальной направленности отметили директора централизованной системы детских библиотек Татьяну Халитову и директора 94-й школы Татьяну Ковалеву. Хотела бы в первую очередь выразить слова благодарности своей команде, потому что, конечно же, участие в такого рода конкурсах всегда командная работа. Особенно моим ребятам, ученикам нашей школы, которые поддерживают все наши идеи. Суть нашей работы была представление волонтерского движения 94-й школы, поэтому ребята все огромные молодцы. Управленцы должны идти в ногу со временем. Лучших в этом направлении отметили в номинации «Цифровая трансформация». Моя номинация «Лучшие проекты в сфере цифровой трансформации». Поскольку цифровая трансформация сейчас в большей степени у нас направлена на клиент-ориентированность, мы разработали новый сервис, который будет направлен на взаимодействие кадровых служб как с внутренним клиентом, так и с внешним. Еще одним лауреатом этой номинации стала консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Красноглинского района Самары Марина Ларионова. В номинации «Таланты» отметили тех, кто работает с подрастающим поколением. Я победила в номинации «Таланты региона». Когда приходится проводить уроки в дистанционном формате, нужно находить особенные подходы к обучающимся. Оператором конкурса стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области Таволга. Это единая территория для талантливых управленцев региона, которая объединяет представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города. Максим Магомедов, Ольга Хомаракулова, Константин Головин. События. Они занимаются творчеством, спортом, предпринимательством, добиваются личных успехов и помогают другим. Глава города Елена Лапушкина вручила премии людям с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей». Лучших выбрали в шести номинациях. Сила воли, радость жизни – пример для всех окружающих. 18 самарцев стали обладателями премии главы города «Мир равных возможностей». Ее вручают людям с особенностями здоровья. Алексей Лущаев – один из победителей в номинации «Физкультура и спорт». Семь лет назад пришел в футбольную команду «Крылья мечты как игрок», а теперь сам тренирует детей. Совершенно разные дети. Не только в СУВЗ, но есть и синдром Дауна, есть и глухни у нас, и есть даже один ребенок с проблемами со зрением. У них глаза горят, им нравится заниматься, но все равно есть, конечно, некие трудности, но мы индивидуально с ним не решаем эти вопросы, и все с большим удовольствием занимаются. Владимира Попова отметили за вклад в образование и науку. Он не только читает студентам лекции по военно-полевой хирургии и клинической медицине, ведет практические занятия, но и пишет картины. Ольга Любимова – победитель в номинации «Литература и искусство». Работает директором Самарской публичной библиотеки, прививает детям любовь к чтению, организует книжные выставки. Отмечает, что этот конкурс особый. Это одновременно и поддержка, и признание спортивных успехов, достижений, талантов, просто деятельности на своем рабочем месте. Большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Пусть он будет спокойнее, полегче, чем уходящий год. Здоровья и, пожалуйста, верьте в себя. Премии вручили в шести номинациях. Наряду с достижениями в науке, спорте и литературе отметили лучших общественников, рукодельниц, предпринимателей, наставников, производителей. Эта премия у нас вручается с 2011 года. Этот год юбилейный, 10 лет уже вручается. Стараемся это сделать под Новый год, чтобы людям поднять настроение, сказать слова благодарности за их работу, за то, чем они занимаются, как они вдохновляют своим примером людей окружающих, как они находят соратников, как они реализуют свои идеи. Радует то, что люди не опустили руки. Для них нет невозможного и идут к своей цели и достигают ее. За 10 лет на участие в конкурсе поступило несколько сотен заявок. Премия – это не только подтверждение заслуг и достижений. Это стимул для всех людей с ограниченными возможностями здоровья, но не ограниченным творческим, научным, спортивным потенциалом. Волей к победе и стремлением сделать жизнь окружающих проще, а мир добрее. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре появилась мобильная лаборатория по обучению детей правилам дорожного движения. Машина предназначена для моделирования ситуаций, возникающих на дороге в условиях, максимально приближенным к реальным, и обучения моделям поведения. Машина оснащена современным оборудованием – от электрифицированных моделей светофора до тренировочного манекена для отработки и оказания первой помощи. Ольга Хомраколова расскажет подробности. Это не просто автомобиль, а целая мобильная лаборатория по обучению правилам дорожного движения. К учебно-спортивному центру «Автогородок» машина подъезжает с минимальной скоростью, соблюдая все правила. У мобильной лаборатории очень важная задача – она поможет детям научиться вести себя на дороге. Поэтому встречали новую чудо-машину в торжественной обстановке. Мы с вами живем в том мире, когда машин становится день от дня все больше и больше. И от того, как мы с вами будем грамотно вести себя на дорогах, зависит очень-очень многое. С 2016 года в центре «Искра» работает замечательный автогородок, где дети в игровой форме могут изучать правила дорожного движения. Мы теперь можем не только в этом центре заниматься, но и предоставлять эту лабораторию абсолютно для всех школ в самых отдаленных уголках нашего большого города. За 11 месяцев этого года на территории городского округа зарегистрировано 129 ДТП с участием детей. Потому мобильная лаборатория в образовательном плане – вещь необходимая. Ситуация сейчас складывается намного лучше, чем в прошлом году. У нас отмечается снижение, но отмечается у нас рост по ДТП, в который дети попали по своей неосторожности. В этом направлении мы работаем. И как раз вот эта лаборатория поможет нам проводить профилактические мероприятия. Администрация городского округа «Самара» помогла нам его приобрести. Прекрасная мобильная лаборатория по правилам дорожного движения, в ней есть всевозможные оборудования, которые будут помогать нам проводить более качественные занятия по правилам дорожного движения. Помимо всего того, что она будет работать у нас здесь в Автоградке, мы планируем ездить по школам и детским садам нашего города. А в летний период времени мы будем выезжать в летние оздоровительные лагеря. Это далеко не все подарки для юных участников дорожного движения. В ближайшее время в Автоградке появится видеосимулятор, где дети смогут попробовать себя в роли автомобилиста. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. В Самаре начали продавать новогодние деревья, сосны, ели и пихты, чтобы жители смогли создать новогоднюю атмосферу и у себя дома. По традиции в разных районах города открыли специальные лицензированные ярмарки. Обо всем подробнее Михаил Ермоленко. Ни одно празднование Нового года не обходится без этих зеленых красавиц. С сегодняшнего дня в Самаре начали работать городские елочные ярмарки. Только там жители могут приобрести сосну и елку. Ежегодно мы организовываем продажу хвойной продукции. В этом году у нас 150 точек по городу. Характерно для наших точек это оформление в едином стиле. Как вы видели, это в том году. Это деревянные заборы. В том году было на 16 точек меньше. Потребность у людей возрастает. Соответственно, мы сделали 150 точек. Стоимость деревьев осталась на уровне прошлого года, рассказали в профильном департаменте. Чтобы новогодний символ был доступен каждому. Предложение этого года – компактные мини-елочки. Такие можно купить, к примеру, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Мы завезли небольшие елочки. Они будут по 300 рублей. То есть для тех, у кого жилплощадь не позволяет вмещать такую большую продукцию. Пока их нету, но они на складе в Самаре и в скором времени они сюда прибудут. Поэтому мы, так скажем, пытаемся угодить любому жителю нашего города. Спрос на живые деревья уже есть. Самарцы отмечают, что без сосны или ели нет и новогоднего настроения. Елка – это всегда радость для детей и для взрослых, потому что мы с детства привыкли видеть елки. Это радость. Это символ, это запах, это ощущения все равно другие, чего-то живого. Я покупаю каждый год, у меня трое детей. Я их покупаю 13, 8 и 5, поэтому такой еще возраст, что надо елку. Все радуются сразу, начинают там, они еще до этого делают игрушки на нее самодельные, начинают сразу украшать, устанавливать, в какой угол в этом году поставим. В общем, там праздник такой просто. Приобрести сосну или елку на городских ярмарках самарцы могут до 12 часов дня 31 декабря. Все ярмарки работают без выходных с 8 утра до 10 вечера. Самые крупные точки продаж в центре города находятся на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко, перекрестке Ленинградской и Галаксионовской, а также около губернского рынка. С полным списком всех 150 мест можно ознакомиться на сайте городской администрации. Михаил Гермоленко, Максим Гусев, События. А в городских парках открыли катки. Работают они с 10 утра и до 10 вечера. Доступен и прокат коньков, но с соблюдением правил Роспотребнадзора. Где и на каких условиях доступны зимние забавы, выяснила Мария Левина. С 5 утра Николай Санталов заступает на службу. За рулем тяжелой техники он уже больше 40 лет. 5 лет назад вступил на скользкую дорожку, начал заливать катки. Говорит, помимо создания праздничной атмосферы, в этом деле важно позаботиться и о безопасности. Ну, примерно сантиметров 15-10, чтобы он уже там как бы не лопнул и до плитки не достало, и чтобы там травму не получил никто. Мы будем заливать здесь каждое утро на протяжении всей зимы. Только объем будет. С утра подметаем, а потом начинаем заливку. Ледовая арена открыта для гостей в четырех городских парках. Гагарина, 50-летие октября, Победы и Дружбы. Везде будут работать отапливаемые пункты проката коньков, где можно будет погреться, выпить горячие напитки, а также подкрепиться. Вечером на катках заработает праздничная иллюминация. Традиционно мы открывали громко на весь город с какими-то праздничными гуляниями наши катки. Так как в этом году существует определенное ограничение, мы просто открыли двери и сообщили об этом нашим гражданам. Чтобы они приходили на наш лед, получали уже предновогодний заряд и настраивались на позитивный лад. Работать катки будут ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Вход в пункты проката только в масках. Дважды в день в помещении будут проводить дезинфекцию. Коньки же обрабатывают после каждого клиента. Всего в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Не каждый лед безопасен. На водоемах Самарской области началась зимняя рыбалка. Есть и первые жертвы тонкого льда. На прошлой неделе один из рыбаков пытался перейти реку Самарку в районе Кировского моста и оказался в воде. Мужчину удалось спасти. Сотрудники ГИМС проводят рейды на реках и озерах, чтобы предотвратить несчастные случаи и предупредить рыбаков об опасности. В одном из рейдов побывал Максим Магомедов. Выход на лед в период его становления всегда опасен для жизни. Однако любителей подледного лова это не пугает. С целью предупреждения несчастных случаев сотрудники главного управления центра ГИМС по Самарской области проводят разъяснительную работу с рыбаками. В этот раз профилактический рейд прошел на лодочной станции в Кировском районе Самары. Наша цель с профилактической точки зрения подойти к людям, объяснить, что находиться опасно, что в случае опасности, как они себя будут вести, выявить, хотя бы рассказать им меры предосторожности поведения на воде, ну и рассказать общепринятые правила, напомнить при проведении зимней рыбалки. Весь день Василий Ермаков проводит с удочкой в руках. Он занимается рыбалкой уже 52 года. Рассказывает, ловит рыбу исключительно ради удовольствия. Весь свой улов раздает местным кошкам. Говорит, надо двигаться, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Из-за увлечения зимней рыбалкой несколько раз оказывался в ледяной воде. Но всегда везло, удавалось выбраться. Знаете, как проваливается? Человек по дурочке проваливается. Мы рыбаки, если мы не пробиваем лед, я вот если я за раз пробиваю лед, я больше на лед не пойду. Не лезть никуда не положено. Нечего лезть по льдам, на лед, на который нельзя ходить. Понимаете? Рисковать не надо. Спасатели говорят, надежный лед голубого цвета. У белого прочность в два раза меньше. Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком самый коварный. Для того, чтобы выдержать вес взрослого человека, нужно не менее 7 сантиметров ледяного покрова. Для организации пешей переправы или катка потребуется в два раза больше, не менее 15 сантиметров. Лед толщиной 30 сантиметров способен выдержать легковой автомобиль. Провалившимся специалисты советуют не паниковать. Необходимо стабилизировать дыхание и не делать резких движений. Голову нужно держать как можно выше. Широко расставив руки, стоит попытаться зацепиться за кромку льда, осторожно наползти грудью и лечь животом на край. После чего закинуть одну ногу, потом вторую и быстро откатиться от кромки. Двигаться в сторону берега необходимо по своим следам. Если вылезти самостоятельно не удается, нужно использовать все подручные средства, которые окажутся в карманах. Нож, ключи или столовые приборы. Их необходимо воткнуть острым концом в лед и попытаться вытащить себя из полыньи. В случае оказания помощи утопающему, в первую очередь необходимо позвонить в службу спасения. Только после этого пытаться вытащить человека из воды. Край льда нужно приближаться ползком, чтобы распределить свой вес побольше площади и самому не провалиться в воду. Подайте тонущему любой длинный предмет – шарф, ремень или палку, после чего тяните. Сотрудники ГИМС не рекомендуют пить во время рыбалки. А при выборе одежды советуют отдавать предпочтение ярким цветам. Так вас будет легче заметить. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События. Ограниченное действие ПЦР-тестов, режим песочницы и новый этап туристического кэшбэка. Самарцы активно бронируют туры на новогодние праздники. В лидерах Египет и Арабские Эмираты есть спрос на страны Карибского бассейна Таиланд и Вьетнам, который планирует восстановить авиасообщение с января. Куда отправятся Самарцы на Новый год, где и какие действуют ограничения, и сколько можно вернуть за отдых по России, расскажем в сюжете. Пирамиды, коралловые рифы и чай в гостях у бедуинов. Египет, с которым в ноябре восстановили чартерное авиасообщение, стал самым популярным зарубежным направлением для отдыха самарцев на новогодние праздники. Как рассказывают туроператоры, жарко сейчас не только под африканским солнцем, но и на туристическом рынке. В декабре этого года цены на горящие путевки в Египет ниже, чем до пандемии. 15, иногда бывает даже 13 тысяч за неделю за человека. Ну, это, понятно, простые самые варианты. И хорошие варианты в пределах 20-25 тысяч за человека. Недельный отдых на все включено. Это просто здорово с такой погодой. Но это декабрь. Большая разница идет с Новым годом. На новогодние праздники ценник в разы выше. Египет уже от 100 тысяч рублей на человека. Что-то хорошее мы смотрели на семью трое взрослых ребенок, от 400 и выше. То есть, грубо, 100 тысяч человек – это вот прям вот стандартно, нормально. И Египет считает, что это вот те цены, по которым все они могут поехать. Вторым по популярности направлениям у самарцев остаются Эмираты, поскольку тоже есть прямые вылеты из Курумыча. В этом году для отдыхающих на Аравийском полуострове открыли круизы по Персидскому заливу. И все это обойдется гораздо дороже, чем курорты Египта. Однако высокие цены не останавливают желающих отдохнуть. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на зарубежные новогодние туры у россиян вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В каждой стране в связи с пандемией коронавируса действуют свои правила въезда. Для Эмиратов для них наша вакцина, любая вакцина, это не авторитет. То есть это то направление, это страна, которая верит самим себе. И поэтому на посадке нужно предъявить данный ПЦР-тест для авиакомпании. То есть мы сдаем ПЦР-тест здесь. И когда прилетаем, для всех абсолютно туристов бесплатно власти Эмиратов проводят ПЦР-тест. Египет принимает наш сертификат с спутником ВИИ. То есть для тех, кто вакцинирован более чем две недели назад до поездки, предъявляют вот этот сертификат с сайта госуслуг на английском языке. Если же какой-то другой вакциной люди вакцинировались, то тогда результаты ПЦР-теста. Важно, что теперь результаты ПЦР-теста действуют не 72 часа, как раньше, а 48. Рейсы на ГУА, которые понемногу проставляют туроператоры из Москвы, у самарцев пока не пользуются популярностью, зато охотно бронируют Шри-Ланку. Формируют программы во Вьетнам, которая заявила о приеме туристов с января. И в Таиланд, но там очень жесткие антиковидные ограничения. Чуть ли не на 25 страниц инструкция по заполнению этой анкеты. Причем она должна быть заполнена так, как мы, допустим, Египет заполнили, на следующий день человек уже может лететь. За неделю уже должно быть все это оформлено. И также есть там режим песочницы, так называемый, когда в пределах своего региона в течение недели, типа, ну это не карантин, но как бы есть некоторые ограничения. Несколько рейсов из Самары на Рождество и Новый год поставили в Венгрию и туры туда сразу раскупили, поскольку европейские курорты все еще недоступны для россиян. Из Москвы можно улететь в страны Карибского бассейна, где нет жестких правил въезда. И, конечно, безусловные лидеры – это российские направления горнолыжной Сочи, курорты Северного Кавказа, Крым, Москва и Золотое кольцо, Питер и Калининград, Карелия, Казань и Великий Устьюк, родина Деда Мороза. В 2022 году начнется новый этап программы туристического кэшбэка, но он будет действовать с 18 января по 12 апреля. Можно будет вернуть до 20% от стоимости туры по России. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Телеканал «Самары ГИС» во второй раз удостоился премии творческого конкурса Эдуарда Кондратова. В номинации «Журналистика» лучшей стала ведущая, автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Чествование лауреатов прошло в Самарской публичной библиотеке. В этих кругах фраза «Акула-пера» считается неуместным клише, а не за честность, добро и слово, которое западает в душу. Журналисты-литераторы чествуют лауреатов восьмого творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова. В номинации «Журналистика» лучшей стала ведущая телеканала «Самары ГИС», автор проекта «Обернитесь» Инесса Панченко. Новый уникальный проект рассказывает о том, как люди находят свет в конце тоннеля в ситуации, когда, казалось бы, выхода нет. Это история тех, кто лишился всего, но начал жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник месяца в 18.45. Я вот знаете, от чего сегодня счастлива? Потому что канал, на котором я работаю, продолжает на протяжении многих лет нести социальную ответственность, которую он сделал на себя когда-то. Это очень непросто. И тем не менее, у нас есть возможность сделать проекты, которые меняют жизнь, которые несут в этот мир добро. Очень трудно людям сегодня, многим, действительно найти какую-то опору под ногами. И то, что эту опору показывает телевидение, это вот, наверное, и есть та социальная ответственность, и спасибо за нее руководству телеканала. В номинации «Литература» победу одержал член Союза писателей России Сергей Чекунов за книгу Гаврилова Поляна. Литературно-документальное произведение рассказывает об одном из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца 20-х годов – Архимандрите Иоанне Крестьянкине. В 1950 году его арестовали по доносу. Весной 1953 года старцы перевели в лагерное подразделение под Куйбышевым под названием Гаврилова Поляна. Писать так пронзительно завещал легенда самарской журналистики Эдуард Михайлович Кондратов. Писатель, драматург, лауреат всероссийских конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре». Творческий конкурс в его честь был утвержден администрацией Самары и областным союзом журналистов. Как журналисты, так и писатели активное участие принимают в конкурсе. Важно, что в этом году у нас действительно достойны очень лауреаты. Тема добра, она, собственно говоря, тема вечная, потому что, собственно говоря, чему служат журналисты. Журналисты служат добру. По традиции на церемонию награждения приглашены именитые журналисты-литераторы, представители Творческих союзов и студенты. Поздравление лауреатам передала глава Самары Елена Лапушкина. Награды лауреатам вручили председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Творческих союзов Ирина Цветкова и председатель Самарской областной писательской организации Александр Громов. Отметим, что это уже вторая премия имени Эдуарда Кондратова у нашего телеканала. В 2016 году за телевизионный цикл о Старой Самаре награду получил автор и ведущий телеканала «Самара ГИС» Михаил Перепелкин. Михаил Ермоленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте «Самары ГИС» в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин